Рассказывай, что ты? Переживаешь сильно? Да, очень. У вас так много. Извините, пожалуйста, я правда нервничаю. Меня зовут Диана Суботина. Я из города Тюмень. Мне 25 лет. Я не умею контролировать свои эмоции очень сильно. Вообще я к людям отношусь жестко и хочу, чтобы вы мне помогли. У меня агрессия, в общем, и я не могу ее контролировать. С мамой тоже бывает нет-нет. Если мама что-нибудь говорит, я говорю, иди. Ну, просто так вот и говорю. Я всегда чувствую вот этот негатив со стороны людей. Они всегда смотрят на меня и как-то смеются. Я вот много раз замечала, проходит, допустим, пара. Они на меня смотрят. Я вот просто поворачиваю голову и понимаю, что они так же поворачивают голову и что-то смеются там, что-то обсуждает меня между собой. Ну, я чувствую себя очень неуверенно. Вот я иду, допустим, в торговый центр, я никак в жизни не зайду. Даже здесь, в метро, типа, я иду, на меня смотрят. Я вот так вот иду, как в замку. Я надеваю капюшон, наушники и вот так вот иду, потому что, ну, типа, я не хочу... Ну, стесняюсь я очень себя, типа. Как ты думаешь, что люди обсуждают и что им не нравится в тебе? Меня часто путают с парнем, моя внешность. Многие люди говорят, что я худая очень. Я была одна... Девочка всегда общалась с мальчиками. Мне прикольно бегать по гаражам, там, я не знаю, делать сальтухи. Ну, правда. Типа, ну, так, то есть больше... Что делать? Сальто, ну, типа. Сальтухи. Ну, типа, проще, вот, ну, с парнями, типа, с девочками, они там любят играть в песочницу, и я, ну, типа, этого не понимала, правда. Ну, вот я такая, я сразу завожу разговор, захожу в любое место, в любую компанию, просто говорит, ну, вот она, я смотри мне. Я не сразу понимаю, что со мной, типа, ну, сисюкаться не надо. Мне без разницы, девочка, мальчик, типа, я дерусь со всеми. Правда. Прям дерешься? Ты дралась? Да, да, я дерусь. И до сих пор дерешься? Да, честно говоря, да. Вечно дичь вот такая постоянно происходит. Я не могу даже, ну, не знаю почему. Типа, я человек, какая-то беда. Постоянно притягиваю себя к таких людей, что какая-то фигня происходит. Прости, пожалуйста, а ты могла... Ты когда-нибудь жила спокойно? Вот просто размеренной, спокойной, нормальной жизнью. Ни с кем не драться, не бегать в клубы, никому ничего не доказывать. Нет, никогда. А что ты хочешь увидеть, так сказать, после перезагрузки в зеркале? Я хочу посмотреть на себя и подумать, может быть, что я действительно красивая, какая-нибудь и не такая худая, как я думала. То есть ты хочешь поверить в то, что ты правда красивая? Да, конечно. Очень хочу. Ужасственно смотреть так нормально. Я иногда смотрю на себя в зеркало, такая смотрю, вот думаю, вот, блин, какая симпатная тёлка. Ну, прям, правда, об этом думаю. Но, типа, и тем не менее, я очень боюсь показать свою сторону, что, типа, я девочка такая. Ну, типа, мне надо теперь бороться, я не знаю как. Кто для тебя красивая? Моя мама. Ты похожа на неё? Нет, я больше на папу похожа. Вот ты сказала, что ты хотела бы быть похожей на маму, правда? И, а больше похожа на папу. Да, вообще. Расскажи, расскажи про них немножко. Моего отца давно нет. Мама говорит, что он был добрый, типа, он никогда не обижал ни женщин, никогда не поднимал на их руки, даже не ругался матом на мою маму. Идеальный мужчина. А что случилось с папой? Он болел туберкулезом и умер. Ну, то есть, мы собирали деньги на операцию, не собрали, и всё. И он умер. Никто никогда не думает о моих чувствах, все думают о своих. Вот, всё. А ты сама, ты думаешь о них? Ну, я, мне часто больно. Очень добрая и очень ранимая девочка, которая очень много видела в жизни и действительно хлебнула много горя. Она пытается выжить, как может. И всё, что она демонстрирует, это всё является способом выживания. Диана, посмотри на меня, пожалуйста. Вот, я вижу твои чувства. Я вижу, что тебе плохо. Я вижу, что ты очень переживаешь. Мне бы очень хотелось тебе помочь. Скажи, пожалуйста, какой ты видишь себя после перезагрузки? Я хочу быть, знаете, типа, я вышла такая свободная, я отпустила все вот эти чувства, все эмоции. Нет больше груза, который я привезла с собой. И чувствую, что я настолько счастлива, что я нахожусь здесь и радуюсь каждой минуте. Я хочу быть, ну, я хочу выйти отсюда такой. Мне кажется, я очень ранимая и мягкая такая. То есть, хоть и все думают, что я такая злая, что вообще на самом деле нет. Я просто реально очень ранимая. То есть, меня можно задеть одним словом, одним взглядом. Мы здесь для того, чтобы помочь тебе принять себя, понимаешь? И для того, чтобы поддержать тебя в твоей открытости. Ты готова нам доверять? Да, я готова. Смотрите далее. Сможет ли Диана пройти перезагрузку до конца? Я уже боюсь, пожалуйста, мне страшно. Меня зовут Диана Суботина, я из города Тюмень. У меня агрессия, в общем, и я не могу ее контролировать. Я сразу завожу разговор, захожу в любое место, в любую компанию и просто говорю, ну, вот она, я, смотри мне. Владимир Дашевский – психолог проекта. Семейный психотерапевт с 20-летним стажем и кандидат психологических наук. Он знает, как обрести гармонию и разрешить любые конфликты. Диана привыкла разговаривать с миром на агрессивном языке. Так проще защититься. Но есть ли другой способ взаимодействия с тем, что тебя окружает? Агрессию не обязательно выплескивать, ее надо выразить. Выражение агрессии – это то, что ты можешь контролировать, то, что ты можешь сделать, когда тебя буквально разрывает эта энергия. Привет. Здравствуйте. Как ты думаешь, что здесь будет происходить? Мне надо будет ее разбить. Мне просто хочется с кулака стекло вынести, как обычно происходит. Нет, с кулака не надо, смотри, у меня есть специальные перчатки. На, надевай. Я начну, но ты продолжишь. Хорошо. Идет? Да, я готова, конечно. Это очень... Ну просто. В любое, да, везде можно? Везде, абсолютно. Это мой привычный способ. Я привыкла, что выражая свою агрессию или свои обиды, выражая вот именно вот так. Мои чувства были максимально в гневе, я была очень сильно злая. Точнее, я и сейчас немного злая, но мне стало гораздо легче. Если для вас это естественно пойти за гараж и начать крушить машины, то окей, ради бога, можно и так. Это может быть любой другой способ, который хорош именно вам. И для кого-то это может быть спорт. Это может быть просто подушка, да, по которой можно треснуть. Это может быть просто слово. Можно сказать человеку о том, что ты на него злишься. И сказать, слушай, я вообще готов сейчас тебя треснуть. Да, но сказать это словами, а не треснуть. Это, в общем, тоже огромная разница. Это очень жестко. Как сейчас? Легче. Намного. Я научу тебя новому способу выражать свой гнев и свою агрессию. Договорились? Да, я готова. Прямо по рукам. Спасибо вам большое. Мир враждебен. Все, что ты должна делать, это быстро защититься или успеть убежать. И вот с этим отношением к миру Диана и пришла на наш проект. По правилам проекта Диана должна пройти эксперимент. А пока его готовит психолог Владимир Дашевский, нашу героиню ждет встреча с шеф-поваром Ефимом Дьяченко. Привет. Здравствуйте. Ой, здравствуйте, здравствуйте. Как думаешь, что мы сегодня готовим? Мы сегодня готовим с тобой сатай. Я в твоих глазах вижу, что просто... Чего? Ты вообще готовить не знаешь? Нет, твоя кашу варю и нормально. Нормально тебе. Это азиатские шашлычки. И в чем отличие от нашими привычными шашлыками, потому что сатай, они маленькие. Готовятся они гораздо быстрее. И это очень подходит, например, для каких-то компаний, тусовок. Давай, ты займешься нарезанием индейки. А я начну разделать ананас, чтобы сделать тоже из него как раз наши кубики, потому что мы будем делать это вместе. Больше просто с мясом помогать, потому что я вообще ни разу мясо не резала. Вот такой вот размер тебе нужно добиться от всего. Ну, меньше чуть-чуть можно, больше не надо, потому что мы будем очень быстро его готовить. Для соуса смешиваем мелко нарезанный чеснок, соевый соус и черный перец. И в нем маринуем мясо. После этого нанизываем ананасы и индейку на шпажки. Вот так вот. Все. Твои, мои. Это мы убираем в стороночку. И приступаем к жарке. Все, могу пасть. Ну что, поднимем? К маслу мы не добавляем. Зачем? Не-не-не. Гриль как раз в чем-то, что нужно работать без масла. Почему-то мне уже хочется перевернуть. Рано, рано. Главное здесь не спешить. Он выглядит вкусно вроде. Ну, пойдет. Пойдет? Ты сама готовила? Я считаю, что это дурной тон. Смысл? Ну, то, что типа мы едим мясо и фрукты типа одновременно. Ой, я тебя умоляю. Попробуй, наверное, поесть мясо с грушей. Это очень вкусно. А ягодные соусы всячески к мясу. Что за дурной тон? Нет, нет, нет. Не нужно бояться. Надо пробовать все в этой жизни. Потому что если так будешь бояться, как бы, ну, реально нужно... В чем-то смысл. Возьму бамбуковые листья. Ну, это просто для подачи. Для красоты, в общем. Правильно, да, для красоты. На них очень классно продавать. Как на Бали захотелось-то. Вкусно только соленое, да? Ну, а ты говоришь, что нужно дольше всего солить. Не надо уж только солить. Идеально. Ну, мне нравится. Я всегда чувствую вот этот негатив со стороны людей. Они всегда смотрят на меня и что-то обсуждает меня между собой. Ну, я чувствую себя очень неуверенно. Вот я иду, допустим, в торговый центр, я никак в жизни не зайду. Даже здесь, в метро, типа, я иду. На меня смотрят, я вот так вот иду, как замкнут. Я надеваю капюшон, наушники и вот так вот иду, потому что, ну, стесняюсь я очень себя. Я подготовил для тебя особенный эксперимент для того, чтобы у тебя появился новый способ взаимодействия с миром. Сейчас тебе нужно будет закрыть уши. Поехали. Сейчас все люди повторяют одну и ту же фразу. Какую именно, Диана не знает. Ведь на ней звуконепроницаемые наушники. Сейчас работает только ее подсознание и фантазия. Как ты? Бесят меня. Что ты чувствуешь сейчас? Гнев. Что они про меня говорят? А что они про тебя говорят? Откуда я знаю? Ну, как ты думаешь, что они говорят? Ну, так как я выгляжу. Так, что еще? Как ты выглядишь? Ну, типа, пока я из-за внешнего видно, потому что я еще не разговариваю. Что они еще говорят? Я не знаю. Может, я им не нравлюсь. Может, нравлюсь. На меня, смотри, на мою одежду. Вот он меня больше всего бесит. Так что? Такой? Вот этот волк. Вот этот, да? Что он про тебя говорил? Да он целовает на мои обувь, типа на мои носки, на мои джинсы. смотрят с презрением. Мне это вообще не нравится. Что ты хочешь с ними сейчас сделать? Грубануть им в ответ. Понятно. Мы можем прокрутить запись назад. Хочешь узнать, что они говорили? Да. Они это сто раз повторяли? Да. Ужас какой-то. Ты, получается, начинаешь додумывать. Ну, да, я на акцент об этом ставлю, что они говорят на меня. Смотрят, показывают. То есть, получается, что твои мысли тебя обманывают. Может быть. Давай сейчас сделаем вторую часть нашего эксперимента. Готова? Да, я готова. Закрывай глаза. А теперь мы лишим Диану другого органа чувств – ее зрения. И ей снова придется догадываться, что происходит вокруг. Вот, я буду рядом с тобой. Хорошо. Здесь. И ты должна мне довериться. Ты готова? Да. Мне никто бить не будет? Нет, нет. Мне закрыли глаза и меня трогали. И мне не особо нравится. Ну, не особо люблю тактильность, типа, от посторонних людей. Вот. И мне было не очень комфортно. Я стояла и думала, блин, что происходит, когда уже перестанут? Как ты? Нормально. Черток у меня все дрогают. Нормально? Может быть, завершим на этом? Да, можно. Пожалуйста. Это я к тебе прикасаюсь. Всю жизнь? Ну, в смысле, всю дорогу? Нет, нет, нет. К тебе прикасались эти ребята, да, разные. Ты готова продолжить? Да, я готова. Ты мне доверяешь? Да, доверяю вам. Хорошо. Ты должна довериться своим ощущениям. Постарайся максимально открыть свои чувства. Хорошо? Да. Они меня поднимают? Тсссс. Все хорошо. Пожалуйста. Нет. Ребята, вы куда меня несете? Расслабься. Максимально расслабься. Что ты чувствуешь сейчас? Да мне страшно. Мне было очень страшно. Это было прям доверие, как бы, потому что они меня держат на высоте, потому что мы могли в любой момент, ну, упасть, как бы. Это тоже доверие. Я была очень сильно напряжена сначала, и они меня раскачивают, голова кружится. Ты ничего не делай. Они все сделают за тебя. Я боюсь. И я очень боялась, что меня сейчас закинут в какой-нибудь ящик и закроют там. Мне было очень страшно. Все, 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 все. Пожалуйста, нет. Тссс. Я здесь, я здесь, я здесь. Держись. Как ты? Я боюсь в замкотном пространстве. Все закончилось. Все хорошо. Расскажи, что ты чувствуешь сейчас? Я напугалась. Я думала, что я в замкотном пространстве. Тссс. Тебе было страшно? Диане всю жизнь было сложно доверять людям. Но сейчас, в рамках эксперимента, она решится довериться миру. Хоть ей это было очень непросто. Сейчас я чувствую себя слабой, потому что я реваю, они на меня смотрят. Я не плачу про людей. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я тебя люблю. Я люблю тебя. Да вы врете, блин, так вообще. Это не искренне ни хрена. Подожди, подожди, подожди. Подожди, почему не искренне? Ну, потому что это не посторонние мне люди. Как они могут меня вообще любить? Вот интересно, как они могут тебя любить? Они только что носили тебя на руках. Я не испытываю ничего такого, что я должна, может быть, испытывать то, что испытывают другие люди. Я очень редко говорю, что я кого-то люблю. Мне кажется, нам нужно продолжить этот эксперимент. Ты готова? Да. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Спасибо, что вас люблю, но я уже к вам привыкла. А вы такие прямовые темы, я не знаю. Я не хочу финал. Я не готова вас отпускать. Да, я вам доверяю. Ну, очень сильно. Я не хочу вас потерять. Я тебя люблю. Я люблю. Страшно всегда что-то делать первый раз. Мне научиться надо, типа, вот народ идет, да, и мне надо не вот так ходить, потому что я обычно вот так делаю, а надо вот так. За все это испытание я поняла, что главное доверие, то есть нужно положиться на другого человека, чтобы он там смог тебе в чем-то помочь. То, что ты даешь миру, то он тебе и возвращает. Все очень просто. Бумеранг. Бумеранг. Нужно открыться, наверное, научиться открываться людям. Я хочу попробовать. Ты загрузка, спасибо. Я реально, я вас очень люблю. Все, отстаньте от меня. Я хочу на Мерси еще пропустить. На Мерси? Да, вообще хочу прям. Вот это нравится мне. Машина, грубо говоря, меня делает, типа, сильнее, потому что, ну, типа, за счет машины я выезжаю, вот. Машина, продолжение тебя. А если на самолете? На вертолете тогда. На вертолете хочу прям полетать. Это круто. Что бы тебе хотелось, когда ты летишь на вертолете, что с тобой происходит? Ты там одна в этом вертолете? Нет, с пилотом. И там наверху тебя не достать, ты от всех улетела. Ну, это круто. Ну, вот это бегство, да, назовем это бегством, правда? Бегство от реальности. Можно так назвать? Да. Впереди вторая часть эксперимента. У Дианы получилось открыться, и следом сбудется ее мечта. Далеко? Да. Сейчас сбросите с моста, да, воду? Да, да. Вот и сразу тушуешься. Чем закончится перезагрузка для Дианы? Мне уже страшно. Простите, что я люблю, правда. Просто стесняюсь. Я всегда чувствую вот этот негатив со стороны людей. Они всегда смотрят на меня и, ну, как-то смеются. Что ты хочешь с ними сейчас сделать? Грубануть им в ответ. Страшно всегда что-то делать первый раз. Сейчас хочешь их ударить? Нет. Нет. Я тебя люблю. Когда я снимала повязку вот эту, я увидела вертолет и поняла, что типа это моя мечта и я сейчас его. Пилот, меня зовут Павел, сегодня мы полетим над Москвой на высоте 150 метров. Пустите его полета. Я в стойке, ребята, господи. Да ну нафиг. Да я просто... Первый раз на вертолете летит? Да, первый раз летит. Будет страшно и круто, я думаю. Короче, я на вертолете сижу, понимаете? Люди, я в шоке. Я вообще, я не знаю, что говорить. Я боюсь. За Богом. Я не верю, что я скажу, погоди, это скоро происходит. Это моя мечта, я верно сбылась. Да ну нафиг, в смысле? Он так взлетает, я думал, что-то другое будет. Уху, господи, аааааа, как круто. Это грузоверский груз просто, замечающе. Уху-ху-ху. Ааааа, круто. Это вообще не страшно. Вот это прям как я люблю. Смотри, наверно просто зашкаливает. Уху-ху-ху. Простите, что я вам вору гуха. Сейчас я обалдею. Ааааа. Аааа. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Лина Дембикова – селебрити-стилист проекта. Отучившись в Милане и Лондоне, она открыла свою студию красоты и создавала образы многим российским звездам. А у нас Диана. Ну, она крутая. И мне нравится, не поверишь, как она одевается. Слушай, мне очень нравится такой теплаш. Я только против вот этого свитера с оленяшками. Вот я против, да. Мне кажется, вы ей кто-то подарил. Ну, точно уверена. Да, смотри, сама Диана очень стесняется его размера XS. Я, не знаю, я, конечно, постараюсь ее, во-первых, переубедить, во-вторых, поработать с ней, поддержать, объяснить, как это круто. Может быть, иногда девчонки, знаешь, говорят, ой, мне такие худые ноги. Просто потому, что они очень хотят, чтобы их кто-то поддержал и им сказал комплимент. Это совершенно нормально. Мы, девочки, нуждаемся в какой-то поддержке, защите. И наша задача ей тоже ее оказать. У нас все будет по классике. 15 тысяч у тебя, 15 тысяч у Дианы. Мне ошибся не очень люблю. Я максимум провожу в магазине 20 минут. Все, не больше. Где у нас мастерское дело? Как же все сложно-то. Где нормальный шмот? Я хочу себе такую курточку. Вот это топ, но они мне огромные, Рилли, просто. Гардерок Дианы по-настоящему пацанский. Она покупает вещи в мужском отделе. И я ее, если честно, очень понимаю. Потому что в мужском отделе легко найти оверсайз классный, универсальную базу. Самое главное, вещи комфортные и очень круто смотрятся. Какие вещи я выбираю именно в мужском отделе? Это классическая оверсайз рубашка, любимые всеми худи. Можно джинсы или джинсовую куртку. И, конечно же, кроссовки. Почему все вещи большие мне? Не так несправедливо. Я это по-любому померю. Да я стесняюсь, но, ребята, правда. Я очень стесняюсь. Себя и своих ног. Так мне нравится больше. В общем, короче, я ходила в много магазинов, обошла вообще очень много. Мне мало чего подходит, но я нашла в одном магазине, как всегда. Я зашла в морской отдел, как обычно, в общем, попила себе шмот. В общем, вот, типа, выгляжу вот так. Вся одежда мужская. Да, вся одежда мужская. Солнечный. Круто. И брюки. А почему ты брюки так и не можешь в женском отделе купить? Мне не нравится, топовая. Типа, унисекс. Это круто. Все, в принципе, выглядит суперклассно. Да, да. Я в восторге. Не знаю, может быть, вы так вдохновились, может быть, у тебя такие перемены уже внутри. Но то, что ты вылезла из вот этого совсем такого, ну, не знаю, закрытого черного образа, это прям классно. Диан, а что это за история, что ты расстроилась уже походить по магазинам, что-то бесилась, что ты не ушла? Ну, да, потому что все говорят, что, допустим, одевашки и джинсы, ну, я как бы подворачиваю их, и вот тут видно вот так вот, да, допустим, все говорят, ооо, тут такие спички. Красивые ноги у тебя, слышишь? Да, слышу. Если ты хочешь, чтобы мы это повторяли, мы можем бездолвить. Ты вообще вся красивая, не только ноги. Вот, а ты должна полюбить, что в тебе хотели, что на меня не слышать. Смотришь на себя в зеркало, и что надо сказать? Ну, я хочу, ну, пойдет. Нет, пойдет, это на рынке помидоры, когда вот тебе будут накладывать, ты скажешь, вот это зеленый, один пойдет. Посмотри на себя, внимательно посмотри. Ты офигительная просто, посмотри на себя внимательно. Скажи, я красивая. Давай не на меня, на себя. Да блин, я не могу. Давай, успокойся. Да я не могу. Ну, хватит, я не могу, правда. Нет, ты должна это сказать, потому что это так и есть, ты не соврешь сейчас. Я красивая, так, понимаешь? Правильно. Еще раз, более уверена. Я красивая, норм? Нет, без норм. Я красивая. Конечно, все, молодец, так и есть. Ты подобрала очень крутой образ, я не знаю, к чем Лина перебьет эту карту. Вот это да, вот это стиль. Стоп, ты, и давай ручку. Диан, ты можешь нормально зайти, пожалуйста? Нет, пусть она выйдет и зайдем нормально. И руку в карман такой зашел. Диана, заходи. Да, мне обувь большая. Так, руку в карман. Ксюш, ты посмотри, посмотри вот на это. Ну, посмотри на себя в зеркало. Да, боди мне нравится, джинсы мне нравятся, а сумка кондуктора, я просто не поняла. Почему сумка кондуктора, это очень модная история. Это как бурак, во-первых, а не сумка кондуктора. Я тобой очень горжусь, я очень горжусь тем, что ты наконец-то перестанешь юморить над тем, что мы с тобой делаем. А что мы реально серьезно меняем тебя к лучшему. Договорились? Да, конечно. Ты веришь Лине? Нет, ладно. Я же ей помогала шмотки выбрать. Я говорю, вот это берем, это берем, это берем. А, она тебя еще училась. Спасибо большое. Спасибо, дорогая. Пока. Целую. По правилам проекта, каждую героиню ждет не только внутренняя, но и внешняя перезагрузка. После гардероба Диана отправляется к стоматологу. Одна из проблем, которые сталкиваются молодые девушки, это неприятный запах изо рта, который может быть связан с рядом причин. Да, как нарушение работы желудочно-тишечного тракта, надо провериться у терапевта, есть ли это проблема или нет. Так и проблемы с гидиеной полости рта. Я хочу отметить, что не только зубы надо чистить, да, и соблюдать гидиену между зубами, флоусом проходить. Ну и не забывать про чистку языка. Для языка есть специальные скрипти для языка, да, бывает даже на щетках на обратной стороне такая специальная насадка, которая для чистки языка. Ну, или можно просто подобрать какую-то отдельную щетку. Поддерживая десна в хорошем состоянии, в здоровом и при отсутствии кариеса в полости рта, вы лишаете места микрофлоре, патогенной образовываться и вызывать тот самый запах. Следующий этап – это посещение косметолога Юлии Чеботаревой, которая расскажет о важном правиле домашнего ухода, о котором многие часто забывают. Даже когда мы умываемся, очень важно соблюдать движения по массажным линиям. То есть всегда должны двигаться в определенном порядке руки. И если мы двигаемся в другом направлении, то мы можем перерастянуть себе кожу и заработать лишние морщины. Первый раз я была у косметолога, он мне делал процедуру HydroFacial и делал небольшую чистку. Чистка – это очень больно, очень больно, но я думаю, что за своим лицом пора посадить. Все, что я готова была, мне сделали больше, я не съела, это действительно очень-очень больно. Ну вот ты понимаешь, Диана считает себя тощей. Но она действительно худенькая. Послушай, но ты же имел дело, опять же, с моделями. Я могу сказать, что вот таких девушек, ну если бы она была повыше ростом, ну в принципе вот такой комплекции, вот таких пропорций, ну в основном таких девушек я вижу в бэкстейдж «Недель моды». Кстати, вот такая худоба ей как раз-таки добавляет чуть-чуть рост. Мне кажется, это еще зависит от общества, в котором ты присутствуешь. Мои родители считают, что я очень худой, а условно, если я попадаю в модную тусовку, да, ни у кого не возникает желания сказать, Юр, тебе надо набрать нормально, наоборот, все стандартно. И просто нужно немножечко расширить сферу интересов. Не обязательно даже оказаться в тусовке. Просто посмотреть в сторону таких же, как она. Главное не делать это насильно. Потому что, знаешь, насильно Мил не будешь. Не будешь. Но она может абсолютно точно посмотреть, как выглядят девушки на страницах модных журналов. Я бы даже сказал, открыть для себя этот интерес. Потому что просто смотреть это впустую. Она может сказать, опять закрыться, сказать, это не мое, я вообще не понимаю, что это за... Гениальную фразу, открыть интерес. А, следовательно, сделать шаг вот в этот мир, если ей того захочется. Но мне кажется, что это будет комфортнее. Как будет круто, если она это сделает в течение нашего проекта. Юрий Столяров. Визажист, который входит в команду мейкап-артистов Нью-Йоркской недели моды. А также свой макияж ему доверяют множество российских звезд. Ты следишь за модой, скажи, пожалуйста? Нет. Ты когда-нибудь видела такой сияющий влажный макияж? Влажный с водой, блин, и ты такой идешь, типа нет. Сияющий влажный. То есть будут и сияющие текстуры, и легкое ощущение влажности местами. Я догадываюсь, что у меня тени яркие на максимум будут, да? Совсем не обязательно. Ну, давай посмотрим. Использую гелевые тени, потому что они лучше всего передают влажную текстуру, и потом они дружат с любым продуктом, который сохраняет ощущение влажности, например, даже с блеском для губ. Сияющий хайлайтер наносим на центр носа, над губой, подбородок, центр лба. Заметьте, что если кожа в порядке, а в данном случае кожа в порядке, у нас нет никаких проблем, нам не нужно ничего сильно маскировать. Влажная текстура лучше всего сохраняется, когда вы наносите хайлайтер на чистую кожу, без плотной базы. Этот же продукт положим на верхнюю линию скулы. Мне уже страшно, я вам не доверяю. Ты не доверяешь? Нет. Прикольно. Консилер положим небольшое количество на центральную часть лица, на область вокруг глаз, а более темный оттенок тонального крема под линию скулы. Брови не подчеркиваем ярко, укладываем прозрачным гелем. Добавим дополнительно сияющего пигмента вот сюда вниз, на внутренний уголок глаз и к ресничному краю. Добавим хайлайтер на скулы и даже немного на кончик носа. Вместо обычных компактных румян будем использовать румяна на гелевой основе, которые сохраняют ощущение сияния. Топовая Чика просто. Ну вот теперь Чика стала по-настоящему зачетной. Посмотри на себя, на финальный результат. Держи, готово. Ой, ну норм, мне нравится. Я переживала, что будет хуже. А получилось? Ну, нормально. Я не знаю, пойдет. Ну, да, красивая девчонка пойдет. Все-таки, да? Да, только губы мне вот смыть и так не нравится. То есть влажные губы не очень? Вот эта чувственность нам вот не близка? Да, мне тяжело. Повторить это несложно. Выглядеть вы будете модно. Повторяйте прямо сейчас. Уверен, вам понравится. Евгений Жук. Стилист по волосам. Он работает не только с известными глянцевыми изданиями. Среди его клиентов Ингиборги Добкунайте, Виктория Боня и другие звезды. Диана, привет. Волнуешься? Нет, да. Не знаю. Ничего, ты сразу засуетилась. Расскажи мне, Диан, ты когда-нибудь красила волосы? Да, я делала милирование в классе седьмом-восьмом, когда это было типа модно. А сейчас типа не модно, да? Не знаю, я сейчас не красила. А на протяжении всего нашего проекта ты училась доверять людям. И я, так понимаю, научилась. Ну, как сказать. Такое, пока 50 на 50. Давай сделаем эксперимент. Вот вставай. Встала. Я хочу посмотреть. Подойди ко мне. Давай просто обнимемся. Давай, да и подчет, чего ты, чего ты сразу это, тушуешься? Просто прижмись вот крепко прям. Нет, ну здесь сам факт нужно держать долго. Сколько лет-то? Лет? Может, год. Ужас какой. Просто, просто пока вот ты не поймешь, что хорошо все. Вот когда стеснение пройдет, тогда я пущусь. Все, я готова. Вот сейчас сядь. И вот первые ощущения какие? Вот когда мы обнялись, вот согласись, сначала такое отторжение, немножко глупость, как-то не решить, что вообще происходит. А потом как-то легче становится уже. Ну, я хочу тебе доверять в плане, потому что ты будешь делать что-то с моей прической, как бы это, типа... Это тебе нужно делать, по-другому никак. Ну, все равно. Далее в программе. Ребята, я вот здесь снимаюсь. Диана, серьезно? Да я вообще в шоке, вы поняли, типа, понимаете? Я человеку какой-то беда. Ты когда-нибудь жила спокойно? Нет. Мне без разницы, девочка, мальчик, типа, я дерусь со всеми. И до сих пор дерешься? Да. Я научу тебя новому способу выражать свой гнев и свою агрессию. Это моя мечта, я вновь сбылась. У-ху-ху! Ой, ой, ну, ребята, я не стесняюсь. Я клевая, мне нравится, правда. Да ребенок как-то. Я слишком даже выросла, как будто, понимаете? Ну, как будто мне 25 не стасу. Мне какое-то круто. Мне нравится, если честно. Очень, мама офигеет. Ты похожа на Джокера. Да я угадаю. Ну, офигенный. Да я вообще в шоке. Вы поняли, типа, выливаете? Блин, ты от тебя навыкнила. Мой зайчик. Ах, 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 ах. Ты обалдеть. Ах, бля, ты как будто реально. Ты твоя красивая. Красотка. Ах, девочка, моя любовь, моя радость. Я тебя люблю. И я. Да, да, я знаю. Теперь ты и пашна, леди. Я чувствую себя на максимум девушкой. Мне не хочется, типа, говорить. Сейчас, на моем данном моменте, я не хочу так говорить, не хочу так разговаривать. Мне хочется быть более мягкой. Простите, что я люблю. Правда, просто стесняюсь. Прям непривычно. Вообще непривычно. Господи, что за ней вообще? Кто я? Я себя не узнаю. Блин, вообще, никогда не думала, что так может. Мне костюм нравится тоже. Я просто стеснена. Я топовая, да, можно так говорить. Простите. Я в шоке. Красная помада. У меня не было никакой красной помады. То есть я никогда не красила. Я понимаю, что у меня, типа, новая прическа. И я такая должна, ну, как бы привыкать. Но я не могу привыкать. И плюс на белые зубы. Ну, как бы, я вообще клево. Мне кажется, очень крутая получилась перезагрузка. Ты сама-то как думаешь? Я считаю, что это вообще... Короче, когда я сюда зашла, я не думала, что что-то будет такое. Я не думала об изменениях. Не думала вообще. Думаю, ну, пойду, ладно. И все. Попробую. Попробую что-то новое. Потом, когда я сюда пришла, я поняла, что здесь работают именно со мной. Над моими проблемами. Над моим образом. Все-все. И понимают, что мне действительно будет нужно. И что мне это поможет. Вы самый лучший. Можешь вас обнимать? Конечно. Кажется, нужно. Нам бы это очень польстило. Правда. Ты стала часто обниматься. Вот так. Диан, мы с командой уверены, что после этого проекта, после вот этого шок-момента, когда ты увидел себя в новом образе, это только начало твоей новой жизни, твоей новой счастливой жизни. И вот я точно, знаешь, в чем уверен? В том, что, ну, вот, наверное, к этому луку и к этому образу тебе не понадобится бейсбольная бита. Не-не, бита мне уже не нужна. У тебя есть оружие посильнее. Ты очень красивая девушка. А это очень многого стоит тебе. Спасибо большое. Ура! 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 Меня зовут Олейникова Милана. Мне 23 года. Я похоронила парня. Что случилось? Почему он умер? Он погиб в аварии. В тот день погибло пятеро моих друзей. Обалдеть. А ты едешь сейчас на мотоцикл? После этого я пока не садилась. А здесь ты зачем? Я просто начала понимать то, что я одержима как-то к своей той же дне. Я хочу это все отпустить. Как отпустить прошлое и начать жить настоящим покажет перезагрузка в 11.00 на ТНТ.